так пойдем на эту сторону идем в испании друзья находимся идем сейчас от нашей деревни в эту сторону решили сегодня пройтись потому что в той стороне мы уже были там город у нас анни сидр называется если туда идти вот а в этой стороне пока что мы не знаем решили посмотреть вот эти машины ездят то что пешеходных как бы дорог совсем нет и иногда машины носятся поэтому желательно тут быть осторожным и так перемещаться если идешь видишь что открытое пространство впереди лучше с левой стороны эти если видишь что впереди какой-нибудь такой раз поворот то есть машина может не увидеть то лучше конечно слева идти если сзади больше открытого пространства одним словом чтобы тебя было видно потому что машины иногда так на скоростях проносится если по этой дороге пойти я так понимаю эту сторону океана идет смотри здесь по кругу значит точно так по кругу и и назад да 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 но нам нам-то надо не по кругу а нам надо будет сейчас прямо если она идет прямо посмотрим я вот испания протекает такая жизнь испанская размеренная потихонечку так давай-ка вот и сделал в том что мы здесь поселились нашего хозяина альваро сняли у него комнату очень хороший дом и сам хозяин очень хороший все что надо дает ну вот одним словом нормальный человеческий скажем так вот и живем сейчас тут вот конечно хотели хотел поселиться в испанской деревне представлял другое я уже говорил получилось точно получилось но несмотря на это здесь очень хорошо просто нету этого вот этого колорита скажем так деревенского какого-то настоящего испанского а есть вот такие вот как видите трубы такие поля и новостройки он там наши деревни находится вон тот дом это один это начало деревушке она принципе маленькая это не наши разы но это самый первый который с этой стороны начинается а то есть это тоже деревня но так тогда так и получать что деревне из одного дома или из двух дома дома там есть но улица очень маловато пару-тройку там 45 сколько-то там улиц они небольшие допустим наша улица вообще из двух домов из трех или из двух или из трех по крайней мере видно только два дома но есть еще какие-то ворота то есть непонятно то ли 302 его дела а так здесь красиво воздух хороший особенно красиво вот эти горы вот я правда не знаю как можно вообще туда можно ли туда проникнуть но на днях мы попробуем пойти здесь где-то есть пещеры на той стороне крайней мере наш хозяин так сказал и в этих пещерах раньше жили эти гуанчо гуанчи же называется гуанчи это местные аборигены племена местные племена которые здесь когда-то вообще жили то есть когда сюда испанцы захватили это все вот сейчас конечно эти куанчи уже их как бы нету по крайней мере наш хозяин учитель школе он утверждает что куанчи уже нету у чистых это естественно я так думаю что нет но когда были на острове ланзарот я был в этом музее музей сарамагу вот там работала девушка и она была именно вот этой гуанчи скорее всего естественно надо наверно помешаны все таки то есть не чистая как давай на правую сторону вот но она именно сказала что она вот это куанчи то есть аборигенши скажем так в этих островов канарских и его дела какие-то с их сторон призывы не знает независимости свободе таких вещей не замечал потому что принципе их и нет вообще-то на самом-то деле есть так брать то есть это уже испания просто канарские острова горы обалденный вот так тут у нас идет какая-то череда магазина вон там впереди наблюдается здесь вообще много это понимаешь на этом пятачке очень много разных городков и деревень он там видите зеленое такое поле дело в том что вот такое чистое зеленое поле это немного редкость на этих островах но на этом острове мы сейчас на острове тенерифа находимся на этом острове это еще не такая редкость потому что этот остров вообще считается остров вечной весны вот но данная говорю вот это почему это все зеленое потому что там гольф скорее всего мы там не были но 99 процентов а есть гольф-то у нас все правильно такие там прям целый этот город подгонят весь городок потому что когда мы были на острове ланзарод там если здесь остров вечной весны то там можно сказать остров вечного черного вулкана если так говорит хотя вулкан там сам последний раз извергался очень очень давно не смотря на это весь остров он черный то есть покрыт вот этой черной этой не лавы я даже не знаю как назвать одним словом таким гравием песком черным покрыт вот и посреди него там тоже были вот такие вот поля очень красиво там это все выглядело и выделялось очень сильно выделялось нужно там все черное раз и зеленый приятный тоже на камеру все записал так что если что можете смотреть анзор . т.в вот если интересно конечно вот такие вот дела справа горы справа горы вообще горы это какие-то удивительные вещи которые всегда в не знаю лично меня не всегда очень монет вот когда я их вижу не очень хочется туда попасть но потом я понимаю расстояние которое он допустим вон та гора то есть одно дело то что ты вот здесь видишь а другое дело когда туда начинаешь идти но не смотря на это могу сказать что некоторых местах были ситуации когда ты вот идешь реально идешь 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 там сутки знаю двое суток и ты можешь попасть то есть на какую-то гору понятное дело что не на самые какие-то высокие там айсберги где ледники лежат на них тоже естественно можно попасть но это уже другая как говорится история нам же надо по-другому подготавливаться и по-другому вообще туда запуливаться не просто так чисто зарулил как говорится вот но все равно очень красивые места ползает ползает змей горыныч может шуршал кто-то шуршал шуршанчик или шуршовчик вот такие вот вещи надо узнать будет как это вот эта гора называется и можно ли вообще туда у этого альваро надо спросить будет вот это вот гора вон видишь вон там как называется далеко туда ехать и что это и там видишь там какие-то постройки вон деревне там что-то идет тоже наверху очень красиво еще такая маленькая вещь интересная которую я здесь наблюдаю я думаю что люди об этом все знают кроме меня потому что я это только здесь начал наблюдать увидел точнее вот сколько я здесь нахожусь постоянно вот с этой стороны видите где горы вот там постоянно стоят облака туманы разные вот такие вот сгущиваются вот эти вот тучи если так говорить а с этой стороны вот где море вот этого всего нету то есть если облака и есть то вот они видите белые и их как бы и тоже нету этих облаков то есть такая ситуация такое ощущение что с этой стороны как будто вот такая темная сторона а с этой стороны такая вот белая вечная борьба здесь вот темно темного и светлого происходит а он смотри что то это кажется кролик был да видел его или кролик или зайцев он туда сейчас а вот норки у них да 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 точно они едят этих кроликов или зайцев или кроликов в общем у них здесь магазины и там зайцы зайчи кроличье мясо до продается я по правде говоря не знаю можно и его есть но можно есть конечно не ну так то понятно что его можно есть не то что можно как сказать если если что можно съесть скажем то вот вот не знаю я пока не пробовал но продает мясо продается само по себе так тут у нас какой-то переход туда же река течет интересно река есть сама или нет я думаю что я думаю что реки нет скорее всего здесь очень много рек которые высохшие и они текут только тогда когда есть ну какой-то вода в общем когда дождь там идет или еще что то такое случается сейчас смотришь и пошла волна да ну да видишь тут ничего нет места такие красивые смотри трава какая тут такая давно так не было воды что то все уже поросло да вообще обалденная мягкая пушистая точно что ближе ну в общем то да остались просто сразу а при том он магазинов сколько точно точно потому что в ту сторону не 3 а даже 4 здесь легче намного там вверх потому что надо идти по горам ну не по горам пойти в холмам вот так вот здесь по большому счету куда и в город здесь прямо прошелся в общем теперь будем ходить в эту сторону мы здесь из нашей деревни ходим магазин чтобы затариваться продуктами и до этого ходили в другую сторону там четыре километра надо идти при том надо заходить в город еще и только в городе можно вот здесь вот мы сейчас прошлись и уже как-то тут уже появились магазины а здесь какая-то это проходит или не или просто стоят да интересно будем или продаются продаются до автошоп точно сейчас посмотрим сколько хаммер стоит вот смотрите друзья за 26 тысяч евро а нет он 21000 или что там потом еще если какой-то наворотами 20 вот с этими вот наворотами стоит 26 можно сказать так грубо тысяч евро вот этот хаммер который прошел 103 тысячи 2006 года второго месяца и его дела так а вот это что за конь с баз бараном дочь у нас сколько стоит 50 тысяч прошел 2009 года 15 тысяч в общем за 5 таки с этими же наворотами с какими-то не знаю что это значит стоит около 19 тысяч евро ну да да может страховки что-то только серьезный общий аппарат а камара масл кармис или мускулистая машина мускулистая машина стоит у нас вот и нормально стоит уже да это вообще нормально извините меня не такая сильно мускулистая элитное авто это у нас поэтому а это тоже элитная типа в общем они все здесь два дочь же hammer такой вот и вот этот еще один дочь тут одни доджи сейчас узнаем сколько вот этот стоит 16 тысяч евро стоит вот это да 16000 евро стоит вот коробками этот мануал три пассажира там вроде бы все правильно это все понимает 2002 года а этот какого года 2006 да это серьезный там главное можно путешествовать в разные недоступные места вообще вот такие вот цены так что друзья пока закругляюсь буду временно прощаться с вами надеюсь что временно даст и вышли попозже на связь смотрите анзор тв двигаемся в голливуд солнечную калифорнию находимся в испании острове тенериф в деревне точнее мы отошли от деревни как вы поняли который называется а то го а сейчас мы у вас как лаз шафирос в лаз шафирос находимся